Сегодня я хотел бы провести обзор двух чехлов для iPad 2, 3 или 4 поколения и для iPad mini 1, 2 или 3 поколений, купленных на сайте Алиэкспресс. Чехлы продаются в разных цветах. В моем случае это розовый цвет для iPad 3 поколения и золотой цвет для iPad mini 3 поколения. Стоимость розового чехла составляет 450 рублей, стоимость золотого 240 рублей. Чехлы сделаны по одинаковой технологии и копируют оригинальный чехол от компании Apple. Верхняя крышечка сделана из искусственной кожи. С внешней стороны крышка имеет рифленую структуру с жестким покрытием. С обратной стороны крышка имеет мягкую поверхность, чтобы не поцарапать экран. В крышке присутствует магнитик, с помощью которого iPad будет переводиться в спящий режим. Обратная сторона выполнена из прозрачного пластика, через который будет видно яблочко. Ставим iPad в чехол и протестируем функцию перехода в спящий режим. Как видим, все прекрасно работает. iPad засыпает и просыпается, как только мы закроем или откроем крышку. Чехол может трансформироваться в подставку для iPad, как и оригинальный чехол от Apple. Подставку можно устанавливать в одно из двух положений, вертикальное и горизонтальное. Аналогичным образом сделан и работает чехол для iPad mini. Функция перевода в спящий режим работает прекрасно. Трансформация в подставку для iPad без проблем. При этом на обратной стороне будет гордо красоваться яблочко компании Apple. Чехлы не имеют постороннего запаха и выглядят довольно стильно. Считается, что чехол это расходный материал, который регулярно подлежит замене. С оригинальными чехлами от компании Apple это будет стоить целую кучу денег. А учитывая цены на чехлы из Китая, вы как раз и сможете следовать данной философии. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok